Вопросы о социальной поддержке пенсионеров, ремонт детских садов и нехватка музыкального оборудования. Эти темы в пятницу подняли граждане, приехавшие на прием к губернатору из разных, даже самых отдаленных районов Верхневолжья. Ирина Синягина узнала о результатах встречи. Елена Никулина приехала на прием к губернатору из Кимр. Женщина озвучила сразу несколько проблем, которые так или иначе связаны с пенсионерами. Одна из самых острых – долги, которые есть у большого количества старшего поколения за коммуналку. У многих пенсионеров возникают долги, причем долги большие. Их начинают судить за эти долги и по закону 50% пенсии снимают судебные приставы. И у людей остаются 4-5 тысяч на еду только. Как-то решить этот вопрос, чтобы у пенсионеров не снимали 50% пенсии, и оставляли им прожиточный минимум на еду и лекарства, а не отдавали все это в ЖКХ. Губернатор инициативу Елена Подержало поручил проработать этот вопрос. Надо посмотреть еще ставки, по каким управляющей компанией выставляют свои счета за обслуживание. У нас есть специальная инспекция жилищная, которая занимается мониторингом и контролем работы управляющей компании, в том числе отширяет лицензирование. Мы тогда им задачу поставим, давайте, например, Кимр, мы это отработаем. Еще одна проблема – автотранспортное сообщение между Кимрами и соседними населенными пунктами. Сейчас доехать из райцентра в необходимую точку можно только на частных маршрутках, что крайне неудобно местным жителям сразу по нескольким причинам. Они небезопасны, льготы в них не предоставляются. Обращаюсь в просьбу к губернатору, чтобы регулярное автобусное движение восстановить и обеспечить льготы, которые положены ветеранам. Никто не предоставляет льготы студентам учащимся, которые ездят в Тверь, например, на учебу, и ветеранам, которым положены льготы, они не обеспечиваются. Губернатор подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за бездействия городской власти. Схему маршрутного движения утверждает региональный Минтранс, но по заявке города. Соответственно, если городу это не нужно, никто ничего не утверждает. Глава города очень важно, чтобы депутаты достойно принимали решения не в интересах родной группы лица, а в интересах всех жителей города Кимр. Поэтому тут же не вопрос у нас. Мы готовы, так сказать, поддерживать и решать хозяйственные задачи, но когда местная власть занимается мародеркой, вы же сами все это знаете, видите, понимаете. Поэтому у нас там вчера проходили следственные действия активные в городе, уже переделали дела в суд. Поэтому мы надеемся, что все будет завершено. И те, кто сегодня это все лоханали допустил в городе, они должны принести наказание. Ну и еще желательно вернуть то, что лишнее унесли с собой и переписали на себя из муниципального имущества. Надеемся, что у нас все в ближайшее время завершится и все точки над ее будут поставлены. Ирина Болдырева приехала на прием в главе региона с вопросом ремонта детского сада в селе Лесном. Дошкольное учреждение было построено в 1985 году. С тех пор там фактически не проводился ремонт. Только в этом году заменили оконные блоки, то лишь в половине помещений. Этого явно недостаточно, считает женщина. С просьбой о помощи губернатору в лице Ирины обратился весь родительский комитет. 33 окна у нас осталось не поменено. Это технические помещения, музыкальный зал, спортивный зал. Особенно спальни нас интересуют, потому что отопление у нас сейчас хорошее, котлы нам поменяли. А в окна дуют, окна остались старые. Особенно у маленьких деток, полуторагодовалые детки у нас есть, у них в спальне вообще для проветривания окна не открываются. Этих очень страшные открытия, они все в ужасном состоянии. На следующий год программу восключаем и посмотрим, может быть, даже постараемся делать за один год. В ходе общения были затронуты темы ремонта санитарных комнат детского учреждения. Глава региона отметил, что данный вид ремонта также необходимо провести в следующем году. Также на прием к губернатору приехал директор муниципального дома культуры в Торопецком районе. Елена Смирнова рассказала о том, как активно развивается местный подгородненский ДК. В этом году на кружки пришло более 50 новых детей. Всего в его стенах занимается порядка 180 человек. Директор указала на необходимость и нехватку музыкального оборудования. Хочу детей стало ходить. Аппаратура у нас просто износилась. Если у нас не будет аппаратуры, значит у нас не будет дальнейшее продвижение. Наш дом культуры является центром. Приезжают не только подгородненские дети участвуют, но и еще и на городе Старопца. Заявка от ДК на приобретение музыкальных инструментов уже поступила в областное правительство. Губернатор отметил, что в ближайшее время необходимые инструменты будут закуплены для учреждения. Поэтому дети смогут приобретать новые навыки и знания в музыкальной сфере. Продолжение следует...